Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok в Чувашии создадут факультет Smart City. В рамках образовательного проекта будут готовить специалистов в области цифровизации городского хозяйства. В качестве пилотной площадки «Республику» выбрал заместитель федерального министра строительства и ЖКХ. Андрей Чибис приехал в Чебоксары с официальным визитом. Троллейбусы на автономном ходу пока проходят обкатку. В Чебоксары прибыли уже три новые машины. В ближайшее время они начнут курсировать от железнодорожного вокзала до микрорайона Садовой, куда не подведена контактная сеть. Новые троллейбусы оснащены видеокамерами, кондиционером и USB-выходами для зарядки гаджетов. К слову, при помощи телефона у кондуктора можно расплатиться и за проезд. Так в республике развивают проект «Безналичная Чувашия». Уже более 70% пассажиров пользуются именно без наличной оплаты. Мы со своей стороны расширяем линейку сервисов. В ноябре месяце мы тестировали способ оплаты путем бесконтактной банковской карты. И, соответственно, с 1 декабря запустили это уже полностью в промышленном масштабе. На троллейбусе заместитель федерального министра приехал туда, где транспортом управляют кликом мышки. То есть вот у нас, смотрите, выходит, видите, вот эта информация по отключениям, по изменениям схемы. Маршрут изменяется. Мы смотрим, на самом деле они изменили или нет. И потом уже звоним перевозчику или диспетчера. Разноцветные метки на карте – это маршрутные такси, автобусы и троллейбусы. Специалисты следят за интервалом, скоростным режимом и пробками. Отклонение показывается от графика. Зачастую в связи с тем, что пробки и так далее, есть определенные пиковые моменты, когда у нас серьезное отклонение и нормальные режимы. Андрея Чибиса, который теперь курирует проект цифровизации городского хозяйства, заинтересовало и развитие сети бесплатного интернета. Там порядка 7 терабайт трафика съедают они. Ну, видно, что сезон, конечно, больше всего пользуются в троллейбусе. Дорого? Ну, порядка 1,4 миллиона на 2 года у нас так получается. В этот центр стекается картинка более чем с 2000 видеокамер. Под контролем полиции, школы, детские сады, дворы и дороги. Благодаря большому брату задержаны сотни преступников. То есть система позволяет достаточно точно определить лицо? Она не только определяет лицо. В данном случае просто принимаются необходимые меры для того, чтобы по тем приметам и ориентировать наряды и незамедлительно среагировать на то или иное преступление. Реализацию проекта «Умный город» обсудили в Доме правительства. Интеллектуальные программы развития городской среды в Чебоксарах уже работают, но необходимо сделать и новые шаги вперед. Результаты работы, отметил глава республики, должны отразиться на качестве жизни. С федеральным ведомством налажено эффективное взаимодействие. Задача наша заключается в том, чтобы вместе с горожанами, вместе с жителями Чувашской республики научиться управлять всеми теми процессами, вопросами жизнеобеспечения, которые экономят в конечном счете семейный бюджет. Главная цель в этом заключается. А катаясь интерактивы, те благоустроенные территории, которые есть, тоже обговорили, мы будем оснащать их оборудованием. Есть предложения со стороны федерального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Города должны становиться не только умными, но и комфортными. В Чебоксарах излюбленным местом отдыха стала Московская набережная. Здесь оборудовали спортивные площадки, тротуары, фонарные столбы, удобные спуски. Благоустройство продолжится и в этом году. Следующий грандиозный проект – реконструкция Красной площади. Андрею Чибису показали планы архитекторов. Здесь вот, там, где треугольник нарисован, это будет сухой фонтан проходимый. И что значит сухой фонтан? Ну, плоскостной фонтан, по которому можно ходить. Преобразилась и набережная Новочебоксарска. Проект реализовали в рамках федеральной программы. Андрей Чибис отметил, что такие территории для отдыха должны привлекать горожан своим сервисом и услугами. Чтобы эти благоустроенные пространства, в том числе, ну, вот, набережная на Великой реке, она позволяла привлекать сюда молодых активных. Гораздо комфортнее жить, когда у тебя есть в шаговой доступности под рукой все, чем ехать куда-то, куда-то жить и работать. Вот задача – победить и выиграть битву за человеческий капитал. Проекты благоустройства городов республики намерены тиражировать. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы в регионе удалось реализовать масштабные задачи. Доложить, соответственно, все эти выделенные федеральные средства по тем проектам, которые защищались у вас, соответственно, они дали эффект. Социальное самочувствие жителей по тем микроэнам, где мы сделали, оно улучшилось. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков и Борис Андреев. Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с лидером молодежного предпринимательского сообщества Михаилом Дашкиевым. Михаил вырос в Чебоксарах. Вместе с Петром Осиповым они организовали сообщество «Бизнес-молодость». Их цель – поддержать молодых предпринимателей до 40 лет. Научить их, как вести собственное дело, как формировать стратегию развития предприятия. Михаил рассказал главе республики, как прошла в Москве церемония вручения национальной премии «Немалый бизнес-2019». Теперь промежуточный этап хотят проводить во всех регионах, в том числе и в нашей республике. Мне очень приятно видеть, на самом деле, как и развивается республика, и строятся новые объекты. Я вижу, что здесь происходит настоящее бурление такое и пульсация экономики. И мы 8 лет копили экспертизы в области акселерации для предпринимателей, роста предпринимателей. Мы строили систему, методологию, IT-систему. Мы много вкладывались в последнее время в IT, для того, чтобы в цифрах и в реальных показателях видеть то, что на самом деле происходит. Я тоже рассчитываю на молодое предпринимательское сообщество. Условия созданы и имеются. По-моему, надо в чем-то оказаться здесь. Мы всегда готовы оказаться здесь, чтобы у них еще была внутренняя готовность, так скажем. Формировать класс предпринимателей нового формата – непростая задача. Об укреплении семейных ценностей и патриотическом воспитании говорил сегодня глава Чувашии на рабочей встрече с председателем Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаилом Ивановым. У организации 58 региональных отделений, в том числе и в Чувашии, своей миссией общественное движение считает сохранение исторических православных традиций, нравственных ценностей нашего общества, возрождения веры. Ведь тем самым в стране поддерживаются гражданский мир и межнациональное согласие. Глава Чувашии отметил, что встреча накануне Дня защитника Отечества очень символична. Вчера в своем послании президент России четко обозначил все эти духовно-народственные ценности, семейные ценности, на что мы еще раз, еще раз должны обратить внимание. И органы власти, и общественные организации уже боец, так как гражданин России, патриот Российской Федерации делает все. Активисты движения «Россия православная» ежегодно проводят покровские чтения, рождественские фестивали искусств, устанавливают памятные знаки на месте разрушенных храмов. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту – программный документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Отклики на его речь продолжают поступать. В своем послании президент страны отметил, что прежде всего намерен сосредоточиться на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Мы очень внимательно следили за разделом, связанным с развитием сельского хозяйства. Мы увидели значительную корреляцию с майскими указами Владимира Путина. Это прежде всего наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса. Поэтому мы увидели, что существует прямая взаимосвязь с ростом экспорта и производительностью в сельском хозяйстве. И, в принципе, я думаю, что Чувашская республика готова к тому, чтобы обеспечить рост экспорта продукции сельского хозяйства. Например, возможно увеличивать отдачу от каждого гектара земли. Вот в этом году в Кипиагра 60 центнеров с гектара мы уже получали урожай пшеницы. Это, в принципе, достаточно реальная цифра. Ее можно увеличивать в будущем в течение пяти лет. Я думаю, многие хозяйства республики способны достичь такого результата. Очень конструктивное, динамичное послание. Мне очень близка и понятна тема, связанная с развитием предпринимательской деятельности. Было сказано то, что нужно менять все, что ограничивает предпринимательскую деятельность, улучшает деловой климат в стране. И в связи с этим, что будут пересматриваться законодательные нормы, будет меняться правоприемная практика, будут меняться правила, нормативы, требования контрольно-надзорной деятельности. Конечно, это же все очень замечательно. Важно, что были озвучены конкретные сроки. Это будет происходить в течение двух лет. И все это будет происходить с обязательным привлечением бизнеса общества. Правительство обозначило основные направления развития. И мы, в свою очередь, молодежь Чуваши, готовы использовать все предоставляющиеся возможности для самореализации. Мы в составе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» занимаемся сохранением исторической памяти. В частности, мы проводим такие мероприятия, как «Свеча памяти», «Бессмертный полк». Также проводим «Дни Героев Отечества». Наша молодежь очень активна. И среди нас очень много волонтеров, людей по-настоящему неравнодушных к тому, что происходит вокруг нас. И хочется сказать то, что ребята наши принимают участие в различных мероприятиях. Не только в социальных, но и в мероприятиях, которые связаны с сохранением исторической памяти, как «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Дни Героев Отечества». Также много молодых людей, которые выезжают на раскопки. Также немало людей, которые занимаются медицинским сопровождением в госпиталях. Дорогостоящее медицинское оборудование больниц республики должны ремонтировать профессионалы. Сейчас это не всегда так. Эту тему обсуждали на выездном заседании Общественного совета при администрации главы Чувашии. Выездное заседание прошло на предприятии, основными направлениями деятельности которого являются ремонт и техническое обслуживание медицинской техники, метрологическая проверка средств измерений, розничная продажа медицинских изделий. Компания создана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения еще РСФСР и имеет ряд бессрочно действующих лицензий на несколько видов услуг. При этом в нынешних условиях компании трудно конкурировать с более мелкими, чей профессионализм иногда под вопросом, отметил руководитель предприятия. И предложил Общественному совету рассмотреть возможность ввести обязательную аккредитацию для специалистов отрасли. Этот вопрос представители совета обещали изучить. Кроме того, некоторые факты недобросовестного выполнения обязанностей и завышения цен на работу среди предприятий на рынке ремонта медтехники передадут в отдел по противодействию коррупции. Не за горами очередной призыв в армию. В столичной автошколе готовят курсантов. Это как раз тот случай, когда призывники заранее знают, кем будут служить в вооруженных силах. С курсантами пообщалась Юлия Важенина. Последние наставления и курсанты рассаживаются по своим машинам. Так здесь начинается каждое утро. Ежедневно по два часа призывники отрабатывают вождение. Весной парней должны призвать в армию. А служить они будут по специальности военный водитель. Они у нас здесь проходят обучение и правила дорожного движения, устройство военной техники, техническое обслуживание военной техники, в мирное время, в боевое время. Полностью проходят психологическую подготовку, физическую подготовку. По началу, как они приходят, мы с ними проводим занятия по бегу, по стрельбе. Полностью готовим водителей к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Прежде чем сесть за руль, курсанты изучают устройство автомобиля. Ведь в случае надобности им придется и ремонтировать самим машину в дорожных условиях. Это сердце автомобиля. Когда он крутится, работает, все крутящие моменты у нас передаются дальше. И транспортное средство у нас двигается. Моя задача их обучить вождению, правильному троганию, остановке правильному. И смотреть за дорожной остановкой, чтобы не попало в аварию. Сергей Никитин теперь с автомобилем на «ты» знает, что и как тут устроено, какую функцию выполняет та или иная деталь. Эти знания ему пригодятся и в армии, и по возвращении домой. Каждый мужчина должен сходить в армию. Только после этого может называть себя настоящим мужчиной. Мой брат был водителем в армии, рассказывал много интересных историй про жизнь именно водителя. Сказал, что жизнь проходит бурная очень, и поэтому решил тоже пойти водителем. Эти ребята к службе уже готовы, но прежде им предстоит сдать экзамены на право управления спецтехникой. Таким образом сотрудники ЕБДД вынесут свой вердикт о готовности призывников к службе. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. 550 судеб, 550 историй, 550 лет Чебоксарам. Национальное телевидение «Чувашия» запустило новый телепроект «550 кадров». 550 судеб, 550 историй, 550 лет Чебоксарам. Связь времен и поколений, история города в лицах и событиях. Фотопроект «550 кадров» возвращает в прошлое и открывает неизвестные страницы городской летописи. У телезрителей появляется уникальная возможность вспомнить, как это было. Какой была столица, ее улицы и люди. С чего все начиналось. Эта фотография сделана в 1985 году. Коллектив «Третьей ткацкой фабрики» собирается на 1 мая. Все передовики идут, фоткались. Такие радостные мы были. И на демонстрации собирались на Красную площадь. Идем. Присылайте свои старые снимки на фоне любимой столицы и расскажите, чем вам дорог наш город. Фотографии загружайте на сайт endorkashow.ru или приносите в редакцию национального телевидения по адресу проспект Ленина, 15. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Андрей Спиридонов. Неделя большого бокса. Сильнейшие борцы из 25 регионов России на протяжении 4 дней сражались в Чебоксарах. Сегодня прошли финальные бои первенства России по боксу среди профсоюзных команд на призы главы администрации города. За боями на ринге наблюдали и мы. Три раунда по две минуты. За это время молодым людям необходимо было доказать свое превосходство в технике, скорости и силе. В центре маунтинбайка соревновались юноши 15 и 16 лет. Параллельно проходил чемпионат профсоюзов среди женщин и первенство Чуваши по боксу среди юниоров. Среди юношей 2003-2004 года рождения в финал вышли три мастера кожаной перчатки из Чувашии. Один из них Владислав Алексеев, воспитанник Канажской спортивной школы имени Воронкова. Кандидат в мастера спорта за 4 года провел более 80 боев. Одержал победу в 69-ти. Призер Приволжского федерального округа 2019. Ему повезло и сегодня. Он стал чемпионом весовой категории до 57 килограмм. Я очень долго готовился. Я был сильнее духом. Но у меня все равно был страх. Это должен быть указан. А до этого два раза боксировали на Россию. Настрой был только на победу. У нас что-то не сложилось. Вот до этого был Приволжский федеральный округ. Владислав там занял только третье место. А так и последний шанс отобраться на Россию – это Центральный совет профсоюз в России. Так что то, что мы планировали, то, что шли к отбору к этому, задачу он выполнил, поставлены. Есть ошибки. Будем работать. Готовиться на первенство России. У Владислава два тренера. Они уверены в своем подопечном. Но всегда переживают за каждый пропущенный им удар. Мурашки по коже постоянные. Постоянный страх. Ведь когда пропускают они это, пропускаем и мы, значит мы где-то что-то недоработали. А так, конечно, мы очень горды за наших ребят, которые побеждают. В финальной схватке одержал победу и наш юный спортсмен Кирилл Юртаев, подопечный мастера спорта СССР Александр Григорьева. В боксе он уже 9 лет. Имеет первый юношеский разряд. Провел 109 боев. В 83-х одержал победу. Победитель Центрального совета общества «Динамо» подтвердил свой титул чемпиона в весовой категории до 63 килограмм и в этот раз. Всегда хочется большего. Хочется, чтобы все наши победили. Но спорт, он очень справедлив. Распределяет так, кто как готов. Иногда хочется выйти. И думаешь, ну почему ты вот этого не сделал. Конечно, душой переживаешь. Где-то радуешься, где-то огорчаешься. Но это молодые мальчишки. И у них есть впереди большая дорога. И вместе с тренерами, со старшими проявить себя, завоевать. Так же, как и наше поколение. И до нас люди завоевывали золотые олимпийские медали, медали чемпионатов мира. И я уверен, что и дальше наши спортсмены будут показывать высокую технику и достойно представлять нашу республику. Воспитанники Чувашской школы бокса показали достойные результаты на соревнованиях среди профсоюзных команд. Все победители этих боев получили путевку на первенство России. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня наша компания рада принять у себя компанию «Мегамикс». Компания «Мегамикс» – это один из крупнейших производителей премиксов в России, который находится уже более 20 лет на рынке. В этом году мы начали наиболее плотное сотрудничество. Это сотрудничество приводит сейчас к наиболее высоким показателям по продуктивности. И наша совместная задача по итогу 2019 года вводить в 30-ку лучших компаний России. Мы являемся представителями группы компании «Мегамикс». Компания «Мегамикс» существует на российском рынке около 20 лет. Буквально через месяц мы будем праздновать 20-летие. На сегодняшний день это лидер по производству премиксов в Российской Федерации. С агрохолдингом «Мюрма» у нас связывают уже давние дружеские и деловые партнерские отношения. И поэтому мы решили провести технический семинар на базе этого агрохолдинга. Поделиться своим опытом, рассказать, какие новые есть технологии при выращивании броллеров в Российской Федерации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кромовая программа «Мегамикс» позволила нам в условиях производства испытать предлагаемый продукт кормовой программы, который показал весьма положительные результаты на фоне ранее используемых продуктов других компаний. Кроме того, мы получили дополнительную информационную поддержку, увидели возможности новых сотрудничеств, в части использования в рецептурах кормовых средств побочного производства, новый спектр ферментных препаратов и кормовых стимуляторов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодня напомню то, что агрохолдинга «Хюрма» является крупнейшей производителем мяса птицы в Чувашской республике. Поэтому мы рады видеть всех наших фирменных магазинов. К тому же наш любимый магазин сейчас проходит акция. Вы можете получить по приятным ценам наилучший товар, в том числе тушку и грудку со скидками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА